Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня в программе «Свободный диалог» очень важный разговор с председателем административной комиссии Артемовского городского округа Олегом Корниенко. Здравствуйте, Олег Анатольевич! Добрый день! Административная комиссия – это орган, который должен следить за соблюдением норм и правил, принятых законодательством, правильно? Да. Но ваша деятельность в основном сводится к штрафам. Во всяком случае, так принято считать. Деятельность административной комиссии не направлена на что бы по всем выявленным нарушениям облагать, как говорится, как и физических, так и должностных лиц административными штрафами. Просто там, где закон у нас стоит на страже защиты интересов граждан, данное нарушение предусматривает какие-то административные взыскания, в соответствии с действующим законодательством принимаются соответствующие меры. По всем нарушениям, которые мы фиксируем и проводим проверку, если вина установлена, в соответствии с действующим законодательством принимаются административные меры воздействия. Хотя бы в двух словах скажите нам права и обязанности административной комиссии. Я так подозреваю, что не все знают. Права и обязанности административной комиссии это действия в строгом соответствии с законодательством Конституции Российской Федерации и тех нормативных документов, которые рекламентируют деятельность административной комиссии. Это закон Приморского края, а также нормы административного кодекса. Сейчас вы нас еще больше запутали. Тогда я спрошу по-другому. Кого и в каких объемах имеет право наказывать административная комиссия? А главное за что? Работа административной комиссии не сводится к тому, чтобы наказывать, а разбираться по тем жалобам, обращениям граждан, которые поступают к нам в административную комиссию. А также при работе на территории административного округа мы, соответственно, мониторим ту ситуацию. Это особенно связано с правилами благоустройства, а также на сегодняшний день это с нормами санитарно-пилотической обстановки, которые складываются на территории Артемовского городского округа. Меры ограничений, которые были введены в связи с пандемией коронавируса, только усиливаются. Безусловно, они добавляют вам работы. Мы работаем ежедневно по данному направлению, потому что все зависит от складывающейся эпилометической обстановки на территории округа. Усиливаются меры ответственности и вводятся новые ограничения. Они связаны с тем, что ситуация периодически обостряется и ухудшается. Количество на сегодняшний день заболевших у нас, к сожалению, растет. Ковидный госпиталь, который расположен на территории Артемовского городского округа, даже с учетом того, что были увеличены койко-место, они на сегодняшний день, как докладывал главный врач Артемовской городской больницы, они забиты полностью. И то есть обращение граждан с заболеваниями не уменьшается. Соответственно, правительством Приморского края были приняты дополнительные меры развернуть наших граждан, чтобы не делали соответствующие прививки и соблюдали те нормы и ограничения, которые позволяют не допускать распространения заболевания. Ну, соответственно, административная комиссия, она мониторит данные вопросы для того, чтобы ситуация была подконтрольная. Мне кажется, что большинство жителей Артемовского городского округа и, наверное, не только нашего города, но и всей страны уже с пониманием относятся к тому, что необходимо соблюдать дистанцию, носить маску. Появилась культура какая-то определенная. Если человек следит за своим здоровьем, он и будет носить маски. Но вот появились QR-коды, это нововведение. Роль административной комиссии в этом направлении? Какие у вас права и обязанности по QR-кодам? В соответствии с постановлением губернатора Приморского края 112 ПГ 9 ноября введены определенные ограничения и требования, где необходима проверка QR-кодов. То есть это не все торговые объекты или объекты, которые посещают наши граждане, вводится наличие QR-кодов. Но в местах массового скопления, большого прохождения людей в постановлении есть определенный перечень. Это торговые центры, которые занимаются продажей непродовольственных товаров. Это парикмахерские, спа-салоны, бассейны. То есть взяты те объекты, которые дают возможность повлиять как-то на ситуацию, на людей, чтобы они, соответственно, развернулись к вакцинации и делали все-таки прививки. Вы в этот список не включили объекты соцкульт-быта, спортивные залы, учреждения культуры? Да, и спа-салоны, и фитнес-клубы, то есть они тоже входят. Наказание за несоблюдение режима QR-кода. Кого ждет? В соответствии с постановлением, где прописаны, значит, те организации и предприятия, на своем, как говорится, входе, организовать зоны контроля, там должны стоять административные какие-то работники, которые обязаны, в соответствии с этим постановлением, спрашивать у посетителей наличие QR-кода, либо справки об методводе, что гражданин не может сделать соответствующую прививку. Если это не организовано, соответственно, это влечет в меры административного воздействия, в соответствии со статьей 6.3 Кодекса об административных правонарушениях. Вот давайте поговорим о мерах ответственности. Какие конкретно суммы наказания ждут за несоблюдение? Ну вот смотрите, статья 6.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, это нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-пилотического благополучия населения. В данной статье имеется две части. Первая часть предусматривает предупреждение либо административного штрафа на граждан в размере от 100 до 500 рублей, на должностных лиц от 500 до 1 тысячи рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 500 до 1 тысячи рублей, или административное представление деятельности на срок до 90 суток. На юридических лиц ответственность возлагается от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, либо административное представление деятельности на срок до 90 суток. Но это при первом выявлении данного нарушения. Если в течение года субъект правонарушения привлекается повторно, то здесь соответствующее уже идет наложение административного штрафа на граждан от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, на должностных лиц от 50 до 100 тысяч, 150 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 50 до 150 тысяч рублей, либо административное представление деятельности на срок до 90 суток, и на юридических лиц от 200 до 500 тысяч рублей, либо приостановка деятельности на срок до 90 суток. Наказание серьезное, очень серьезное, но тем не менее, Олег Анатольевич, согласитесь, что не все учреждения и заведения соблюдают эти правила. Работа административной комиссии, других должностных лиц, которые работают на территории Темовского городского округа, это и отдел внутренних дел, и Росгвардия. Мы совместно проводим ежедневные мероприятия по мониторингу. И там, где это не соблюдается, соответственно, составляются акты, материалы направляются для принятия решения в Роспотребнадзор, потом материалы уже предоставляет суд для принятия мер административного воздействия. А многих уже наказали именно за несоблюдение QR-кода? Выявлены у нас нарушения, материалы находятся в работе, все это документируется, с дальнейшим передачей это в Роспотребнадзор, ну и в соответствии дальше направление уже в суд для принятия мер административного воздействия. То есть прецедент уже есть? Да. Протоколы составлены? Не протоколы, задокументированы, составлены акты, и работа проводится. То есть есть определенные юридические нюансы, которые нужно соблюсти. Этих людей, нарушителей, ждет наказание в виде штрафа? Решение будет принимать суд, имеется такая санкция, как и предупреждение, так же и административный штраф. Вся нагрузка за режим соблюдения QR-кода ложится на предпринимателей. Для граждан предусмотрено наказание? Так точно, если гражданин пытается пройти в зону, где предусмотрено наличие QR-кода, он так же может быть подвергнут административному наказанию. Ну, здесь уже, наверное, полиция должна разбираться, административная комиссия. Ну, мы поэтому и работаем. У нас проводятся совместные рейды с полицией. И где у нас граждане не выполняют требования действующей законодательности, соответственно, полиция документирует, так же составляет акты. Олег Анатольевич, скажите мне откровенно, существует ли система поощрений от доброжелателей? Что имею в виду? К вам часто звонят и говорят, а вот в таком-то месте вот такие-то нарушения. Вы выезжаете и на самом деле выявляете нарушение. Да, такие у нас сообщения есть, и как и по телефону, так и в соцсетях. На сайт администрации города Артемов поступает, и на все эти сообщения, соответственно, административная комиссия реагирует. Конкурентная борьба или проявление сознательности граждан? Ну, это сложно сказать. Конкурентная борьба. Может быть, где-то и есть эти такие моменты. То есть, мы в такое не углубляемся. Хотя у нас бывают и факты, что когда заявляют, и мы выезжаем с проверками, данная информация не подтверждается. Какие виды нарушений, кроме пандемийных, чаще всего встречаются на территории Артемовского городского округа? Нарушение правил благоустройства и закона о нарушении тишины и покоя граждан. Это вот основной вид нарушений, который попадает в поле деятельности административной комиссии. Сейчас столько много правил и ограничений, что обычному гражданину сразу и не понять, что можно, а что нельзя. Как разобраться? Существует недавно введенная норма, запрещающая разжигать костры на приусадебных участках, на дачных. А как быть, допустим, тому же дачнику, огороднику? Данные ситуации складываются сезонно. Либо в начале весны, либо осенью. Разъясительная работа специализированными подразделениями проводится в средствах массовой информации. Все это публикуется, все это доводится. И мы вот буквально, когда весной работали по частному сектору, многие жители данную норму знают и говорят, что стало намного удобнее, чтобы не разжигать эти костры на своем приусадебном участке. Они выставляют это пакетирование мусора на переходы своего участка. И в определенное время региональный оператор, проезжая по улице, забирает весь этот мусор и вывозится. Сейчас очень многие люди до сих пор еще ходят в лес, пока бесплатно, и разжигают там костры, жарят шашлыки, таким образом отдыхают. А им как быть? Им ведь тоже нельзя этого делать? Нельзя это делать. И нужно понимать, зачастую те пожары, которые случаются у нас в лесопарковых зонах, они происходят по беспечничеству наших граждан, которые, разжигая костры, потом их, соответственно, не тушат. И мы потом имеем тяжкие даже с человеческими жертвами последствия. А что ждет нас, простых потребителей, за несоблюдение норм и правил? Частных лиц, физических, юридических? В соответствии с законом Приморского края предусмотрена ответственность для зажигания мусора в неустановленных местах. Это статья 7.25 закона Приморского края. На должностных лиц там штраф у нас предусмотрен от 2 до 5 тысяч. Но зачастую у нас данный вид нарушения происходит по вине, конечно, физических лиц. Выпал снег, образовался гололед и наверняка административной комиссии добавилась работа. Уже административная комиссия вышла на территорию Артемовского городского округа с целью проверки деятельности тех должностных лиц, которые отвечают за данный вид работы. Эта территория должна быть почищена и убрана. С сегодняшнего утра на сайте администрации появило много публикаций, что там тротуар не почищен, там дорога не подсыпана. Соответственно, те службы, которые за это отвечают, и управление благоустройством, и управляющая компания, они свою задачу знают. Цель административной комиссии – это, соответственно, обратить внимание там, где это не происходит, где управляющая компания, либо какие-то должностные лица, которые отвечают и имеют в собственности какой-то земельный участок, который должен быть очищен. Ну, соответственно, будем смотреть уже. Если работы не организованы на сегодняшний день, соответственно, будут это все документироваться, и нарушители будут привлечены к административной ответственности. Олег Анатольевич, многие жители Артемовского городского округа отмечают, что с активизацией работы административной комиссии в городе стало намного чище. И административная комиссия работает, и территориальное управление работает, тоже нам помогает. Стараемся, как и собственникам земельных участков, и физических, и должностных, и юридических лиц, так и управляющие компании заниматься данным видом, и чтобы те территории, которые за ней были закреплены, они должны содержаться в надлежащем состоянии. Тем не менее, жители просят вас обратить внимание на работу регионального оператора по вывозу мусора. Мы с региональным оператором тесно взаимодействуем, и те сигналы, которые приходят, есть ли там где-то у нас контейнерная площадка, или контейнеры не вывезены, либо где организовываются несанкционированные свалки, соответственно, и с региональным оператором мы работаем, и с управлением благоустройства, даем им информацию, и они в кратчайшие сроки стараются исправить эту ситуацию, потому что зачастую бывают случаи, когда по каким-то обстоятельствам не получилось вывезти мусор, где-то транспорт сломался, где-то объем работы увеличился. Работа в этом направлении ведется. Там, где нас не слышат, документируются административные правонарушения, и должностные лица, зачастую бывают юридические лица, привлекаются к административной ответственности. Вы сказали о том, что одно из наиболее часто встречаемых нарушений – это нарушение покоя граждан. По данным направлению работает не только административная комиссия, а хочу сказать и гражданам города Артема, чтобы оперативно эти вопросы решались, потому что зачастую нарушения эти происходят в ночное время. По ним работает и отдел полиции. То есть сообщение делается в отдел полиции, они его документируют, потом участковый, уполномоченный отрабатывает данное сообщение, составляется протокол нарушителя, а на рассмотрение уже поступает к нам. И мы, соответствующие здесь, в соответствии с действующим законодательством, привлекаем граждан по мере их, как говорится, тяжести совершения правонарушения к административной ответственности. В стае бродячих животных – вот кто чаще всего нарушает покой граждан. А вы на это обратили внимание? И на кого составили протокол? Протокол мы не составляем, потому что на сегодняшний день, к сожалению, норма ответственности не предусмотрена ни законом Приморского края, и, к сожалению, ни в административном кодексе Российской Федерации. Такой пробел в нашем законодательстве. Данная проблема существует. Собаку не отловишь и не накажешь? Собаку не накажешь, соответственно, и граждан, собственника, точнее, животного можно наказать у нас за определенные нарушения, это за выгул. На детских спортивных площадках, за нарушение содержания, это вот когда зачастую бывает, собственники своих животных их выгуливают без намордника, без поводков. На сегодняшний день, к сожалению, у нас нет ответственности. Но город данной проблемой озабочен, и соответствующая данная проблема решается. У нас МКУ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций работает. Когда поступают сообщения о тех бродячих собах, есть служба, которая их отлавливает, чипирует. Если вы обратили внимание, то у нас много есть бездомных собак, которые у нас гуляют, уже имеют соответствующие отметки, то есть они чипированы, и нет возможности для размножения. Есть определенные сложности, принять закон... Все сложности убираются в финансы. И в финансы это одно, потому что бесплатно никто их не будет отлавливать, содержать и строить питомники, все остальное. Ну и плюс еще ограничивают, как говорится, поле деятельности. Это наши экологи, которые стоят на защите тех животных, которые у нас бродят по улицам. Одни пишут, что эти собаки уже всем надоели, что они нападают. Они опасны. Опасны, дают советы, что нужно делать. Экологи, наоборот, стоят на защиту, что их нельзя. В отношении них каких-то жестоких мер принимать. Года два назад, когда образовывался питомник в районе Заводского, то вроде предприниматель на те деньги, которые по контракту были выделены, начал организовывать данную работу. А экологи стали писать во все, как говорится, инстанции, что там задержатся животные не на лежащих условиях. Но я так понимаю, что надо было, наоборот, помочь где-то организовать, потому что на пустом месте и за те скромные деньги, которые были выделены, это быстро так вопрос не решается. То есть надо было создать, конечно, органы, начать с чего-то, создать потом питомник, помочь и работать в этом направлении. Поскольку у нас с вами такая вот доверительная беседа, скажите мне откровенно, приходилось ли вам составлять протоколы на чиновников, представителей органов власти, федеральных, региональных и так далее? Правила у нас все одни. И в этом году у нас есть должностные лица органов местного самоуправления, которые привлечены к административной ответственности. И должностные лица, и юридические лица. Вот взяли бы и оштрафовали Примавтодор за ненадлежащую уборку дорог на территории Артемовского городского округа. Привлечены и неоднократно. Все, что предусмотрено, та ответственность, и те штрафы, которые на них налагаются в соответствии с действующим законодательством, если добровольно они оплачиваются виновникам правонарушения, материалы передаются в отдел судебных приставов, которые принудительно взыскивают. И Примавтодор у нас привлекался, и другие, как говорится, юридические должностные лица за невыполнение правил благоустройства территории Артемовского городского округа. Вот теперь я вижу, что вы не зря едите свой хлеб и выполняйте очень важную и нужную, полезную работу. Это был Олег Анатольевич Корниенко, председатель административной комиссии Артемовского городского округа. Я с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания и до новых встреч в эфире.